Доброе утро, Республика! Сегодня 18 апреля, четверг. Начинаем утро вместе с вами на НВК Саха и Якутия 24. С вами Вероника Тамтовсова. Да, к сожалению, сегодня я одна. Руслан Ачиров уехал в Чокурдах, обещал вернуться, как Карлсон, и привезти с собой много всего интересного. Ну а чтобы прямо с утра поднять вам настроение, спешу рассказать и показать. Первый в мире прыжок из стратосферы на Северный полюс. Видео снял инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. На кадрах он выпрыгивает из самолета, раскрывает парашют и приземляется на заснеженную землю. Кроме Ефремова, в историческом прыжке участвовали летчик-космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко и летчик-инструктор Александр Лынник. Погода была великолепная, с 10 тысяч метров было видно лед и все препятствия. Ветер 2-3 метра в секунду. Вообще идеальные условия, которые только можно пожелать особенно для этого региона, рассказал заместитель директора Центрального авиационно-поисково-спасательного центра Дмитрий Глаголев. Прыжок он зафиксировал представитель Книги рекордов России, который находился на борту. Ну, я бы на такое, конечно, не решилась, но очень интересно. Поздравляю! Спасибо! Пока! Стребите на борту! Благодарю! Ну, такие удивительные кадры. Хорошо, что погода благоволила на Северном полюсе, экстремалам. А о том, какая погода сегодня в Якутии, узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах минус 2, плюс 1. В Заречной группе минус 2, плюс 2. В Южных 4,2 градуса мороза. В Ильюйской группе 10,8 градусов холода. В Нижней Ленских минус 8, минус 3. В Западных 10, минус 2. В Колымо-Ильгирской группе морозно минус 20, минус 7 в Янских, от минус 16 до 0. На Северо-Западе сегодня минус 18, минус 4. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 2 градуса мороза, атмосферное давление 755 миллиметров тутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Температура днем в Якутске плюс 4, плюс 6. Господа, весна. Чем не повод для хорошего настроения? Ну а прямо сейчас спешу поделиться самыми последними новостями и передаю слово нашим новостному отделу. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Часть крупных банков Китая перестали принимать платежи из России. Сообщается, что не прошло и вернулось порядка 80% транзакций. Список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из России, расширился еще на 4 организации. Новые организации ввел и банков Чина. Теперь лишь небольшая доля операций проходит из России в этот банк. Прежде всего, сложности касаются крупнейших банков КНР. Однако, в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские финансы организации. На сегодняшний день из населенных пунктов Курганской области эвакуировано более 13,5 тысяч человек. Уровень воды вырос от 631 сантиметра до 742 сантиметров. Уральский гидромедцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол и Кургана до 18 апреля. Якутия продолжает сбор гуманитарной помощи жителям Оренбургской области. Коллектив из ГУБ ЖКХ уже доставили 50 коробок со всеми необходимыми вещами. В первую очередь, по заявкам были собраны товары первой необходимости. Это постельное белье, одежда, продукты питания и бытовая химия. Напомним, что в Оренбургской области с 4 апреля действует режим ЧАЭС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия придала ему федеральный статус. Власти региона оценивают ущерб от паводков в 40 миллиардов рублей. Пострадали многие объекты экономики области, пострадали обычные жители, потеряли и понесли ущерб материальный. Поэтому наша республика никогда в стороне не оставалась в таких ситуациях, потому что можно вспомнить двухгодичную давность паводково-дождевого в Верхоянском районе. Тоже большой ущерб республика понесла жителей республики. И, конечно же, тоже была оказана гуманитарная помощь. Между тем, в Якутии проводят превентивные мероприятия для безопасности пропуска талых вод. Так, в Чуропчинском улусе спасатели поисково-спасательного отряда службы спасения вместе с администрацией наслега проводят профилактические мероприятия с семьями, которые находятся в зоне повышенного риска затопления в период весеннего половодия. Это беседы, раздача листовок и примечаний. Из 17 наслегов улуса в группе риска затопления числятся 4. Это Булугурский, Соловьевский, а также села Ожулун и Чуропча. Уважаемые граждане, при угрозе затопления дома просим заранее предупредить по единому номеру 112 и единую дежурную диспетскую службу Чуропчинского района. И заранее предупреждаем, что надо подготавливать соответствующие документы с домом. Это включает страховку, прописку жителей и имущество. Северные реки Яна, Индигирка и Колыма могут предоставлять угрозу для населенных пунктов во время паводка. В арктических районах Якутии начали подготовку к вероятным рискам предстоящего паводка. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. Сегодня под его руководством работает комиссия на территории Среднеколымского района. Отмечается, что северные реки Яна, Индигирка, Колыма предоставляют определенную угрозу для населенных пунктов. Тем временем в республике заработали 26 новых камер видеоконтроля нарушений ПДД. Системы контроль заработали в Якутске, Верхневилюйске, Нюрбе, Нерюнгре, Горном районе, а также на федеральных дорогах нам, у нас, Вилюй, Колыма и Лена. По словам специалистов, комплексы фиксируют такие правонарушения, как выезд на полосу встречного движения, нарушение требований дорожных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, пресечение стоп-линии, превышение скорости движения, непристегнутые ремни безопасности и пользование водителем телефоном во время движения транспортного средства. Но в преддверии летнего сезона все мы задаемся вопросом о местах отдыха, и недавно я натолкнулась на заметку о таком интересном искусственном море, ну а точнее Красноярском водохнорелище, его площадь составляет около 2000 квадратных километров, а максимальная глубина достигает 100 метров. Береговая полоса тянется аж на 1560 километров, чем не место для отдыха. Но это самый крупнейший искусственный надеем, и знаменательно, что именно 18 апреля 1967 года завершилось его строительство. О том, какие сегодня еще интересные события произошли в истории, узнаем прямо сейчас. На календаре 18 апреля. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Всемирный день радиолюбителя. По народному календарю. Фидул-ветренник. На Фидула нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная. После длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Этот день в истории. 1025 год в этот день. Помазан на царство первый король Польши. Болеслав I. Храбрый. В 1902 году впервые в мире для опознания преступника применена дактилоскопия. В 1906 году, 18 апреля, в результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско. В 1923 году в СССР создано Московское спортивное общество «Динамо». В этот день родились Григорий Лангсдорф, немецко-российский исследователь, натуралист и этнограф. Георгий Витцин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Галина Брежнева, дочь генерального секретаря ЦК КПСС, Леонида Брежнева. Натан Эйдельман, советский писатель, историк, литературовед. Светлана Немоляева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Владимир Васильев, российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР. Имени на сегодня отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен. Еще одна знаменательная дата в календаре накануне исполнил 106 лет со дня создания Советской пожарной охраны. 17 апреля был подписан декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем. До 1999 года именно этот день был принято считать днем организации пожарной охраны. Однако в марте 99-го праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, когда государь всей Руси, царь и великий князь Алексей Михайлович издал наказ о городском благочине. Сегодня вопросами пожарной безопасности занимаются различные службы, в том числе и Российское добровольное пожарное общество. И сегодня наш утренний гость, первый заместитель председателя Якутского республиканского добровольного пожарного общества Евгений Швец. Доброе утро, Евгений! Спасибо за предоставленную возможность. Доброе утро утреннему каналу и нашим телезрителям. Вкратце я хотел бы охарактеризовать ту систему пожарной охраны, которая на сегодня у нас есть в Российской Федерации. Это, как правило, пять составных ее частей. Это государственная противопожарная служба, муниципальная противопожарная служба, ведомственная, частная и добровольная. Они все имеют у нас в республике быть. И сегодня я как представитель могу говорить четко и конкретно о добровольной пожарной охране, потому что мы этим вопросом занимаемся. Это наши функциональные полномочия и обязанности. И в этом отношении есть та работа, которую мы системно проводим. Ну, это очень серьезно. Давайте сначала в историю окунемся. Откуда появилась? Что касается, опять же, истории. Да, действительно, если говорить, и вы сказали, что пожарной охране, значит, уже более 300, соответственно, лет, надо полагать, что она шла буквально параллельно. И изначально она профессиональной быть не могла, потому что кто-то должен был взять инициативу на себя. Это, как правило, люди идейные, которые понимают, что что-то делать надо. Пожары имеют место быть. Плюс те пожары, которые были раньше, они были очень даже катастрофичные. Выгорали полностью города. Ну, с учетом деревянного фонда. Здесь были те же самые значимые, скажем так, пожары. Ну, вот, акцент на них делался, но успехов, к сожалению, не имел. И когда собрались люди, которые сделали для себя выводы, что делать что-то надо, это были люди значимые, это люди, которые входили, как говорится, в сливки общества, это люди были богатые. Они понимали, что что-то в этом отношении делать надо, потому что мы теряем. Теряем не только это софинансы, но самое главное, что людской потенциал и так далее. Поэтому было принято решение, значит, на основе, значит, определенных идей и соображений, но вот принять какие-то в этом отношении меры. Опыты на тот период было недостаточно, но он, тем не менее, это себя был. И надо было прийти к заключению, что надо собрать идейных людей, которые в этом отношении, если даже не знают, как говорит Стук, в плане профилактики, тушения пожара, но что-то могут сделать. Почему? Потому что все было на тот период времени очень примитивно. И надо было с чего-то начинать. И начали с чего? С вольного пожарного общества. Регистрацию прошли в Иркутске. Значит, это был рубеж конца 19 века, 27 августа. Собрались, постановили и решили. Значит, взяли 90 человек, это были разные по сословию, как говорится, и по люди. Ну вот, собрали материал, тот, который до себя был, лопаты, багры, ломы и так далее. Насосы те, которые, соответственно, требовались для тушения. Ну, это примитивные насосы, которые, естественно... Ну вот, и начали задумываться, что надо более осмыслять эту деятельность, это строительство по ЖДПО, значит, закупать оборудование и снаряжение. Почему? Потому что каждый пожар, это чрезвычайная ситуация, и в этом отношении при спасении можно потерять и самих спасателей. Поэтому, естественно, этот период становления, он проходил достаточно бурно. Были соответственные результаты, но потом Великая Октябрьская революция, и вы об этом тоже заметили, значит, 17-го числа, это буквально день тому назад, вся пожарная охрана отмечала день советской пожарной охраны. Но подписывая Лениным это, значит, декрет о, скажем, борьбе с пожарами, это не значит, что она берет отправную точку именно с рубежа 20-го века. Совершенно нет, она гораздо глубже. Ну а сейчас вы чем занимаетесь? Поэтому, что в 60-м году, естественно, это все было переосмыслено, и вот это вот вольное пожарное общество, которое было, оно было переосмыслено, и родилось так называемое Всероссийское добровольное пожарное общество. Наш центр, так называемый, он находится непосредственно в Москве, а у нас, как и во всех субъектах, находятся так называемые филиалы. Ну вот, Якутское республиканское отделение. Чем занимается отделение? Ну, естественно, у нас есть устав. Согласно уставу, есть у нас определенные полномочия, и мы этими полномочиями постоянно, значит, пользуемся. У нас есть свой функционал, и в этом отношении наша задача, опять же, помочь нашим пожарным в вопросах профилактики пожаротушения. На что мы делаем акцент? Мы, прежде всего, делаем акцент на обучении, потому что людей, естественно, обучить надо. Это касается не только, скажем, обывателя, да, обыкновенного, скажем, нашего телезрителя и так далее. Это касается и наших добровольцев, потому что акцент мы делаем на добровольной пожарной охране, как я уже сказал. Мы сами, добровольное пожарное общество, и у нас в республике это направление стремительный рост, вот буквально несколько лет, если взять конкретно с 2011 года, когда был принят закон республики Саха-Якутия о добровольной пожарной, оно набрало соответствующий рост. Если говорить кратко-лаконично, то по концепции, получается, мы когда с вами сказали о видах, что вот этот вид, он имеет тоже место быть. Я скажу так, что те населенные пункты, это я говорю уже про концепцию, которая есть у нас в республике, где имеется население, это, как правило, сельская местность, это сельские поселения, но вот с населением менее тысячи человек, естественно, экономически нецелесообразно создавать какой-то вид, пожарную часть, конечно. Это требует больших ресурсов, а если учесть, что там, ну, за год, может быть, один-два незначительных пожара, зачем содержать там профессиональный пожарный комар? Нет смысла. Поэтому создаются, естественно, добровольные пожарные охраны. То есть они носят функцию территориальной, на сегодня их более 600. Если взять общее количество, в республике больше 11 тысяч. Делают ли они погоду в плане тушения пожаров? Да, делают. Значительное количество ДСА потушено пожаров, как самостоятельно, так и в составе ДСА автомобилей, личного состава, гарнизонов, потому что делаются смычки, есть план привлечения сил и средств, и в этой обойме они, естественно, участвуют. Когда сил не хватает, к ним уже приезжают. Поэтому я считаю, что эта работа, она, в принципе, дорого стоит. Но это правда значимо, я согласна, потому что для маленьких поселений это может быть катастрофой. Конечно. Но а кто может стать членом этого общества? Что, может быть, какой-то отбор проходит? То есть какие-то там физические нормативы сдают, навыки проверяете? Ну, давайте так, ДСА. То, что касается территориальной отборбойной пожарной охраны, там система жиждется следующим образом. Для того, чтобы она была воссоздана, имела определенный статус, должен быть орган управления. Эти органы управления в наших районах везде практически ДСА есть. Ну вот. Кто их возглавляет? Ну, естественно, руководитель. Соответственно, штат. По населенным пунктам мы с вами уже определились. Для того, чтобы он стал действительно воочию добровольцем ДСА и мог ДСА тушить пожар, ему надо пройти обучение. Проходит он обучение в учебном центре. Ну вот. И потом, соответственно, когда у него появляются навыки, он может это все делать. Если касается обыкновенного, скажем, нашего человека, который решил стать добровольцем ДСА, легко. В 18 лет, значит, пишет заявление, значит, мы, соответственно, рассматриваем, выписываем ему, значит, соответствующее удостоверение, получает значок и приступает к деятельности. То есть, о чем это говорит? Он ведь не просто к нам обратился. То есть, видимо, по зову сердца. В этом отношении есть необходимость. Естественно, идет процедура собеседования и так далее. Ну, если взять каких-то других общественных организаций, тогда юридических лиц, у них эти полномочия ДСА начнут быть в нашей среде ДСА, соответственно, тоже есть процедура. Там немножко другая, они получают соответствующие удостоверения. Ну, а по статистике, чаще всего почему возникает пожар? Вот вы знаете, вот я буквально готовясь к данному эфиру, ДСА запросил данные у нас, отшивого госпошнадзора, откликнулись, что мы на сегодня имеем в плане, вот на сегодняшний день по оперативной обстановке. Вы знаете, оперативная обстановка, вот я в этой службе достаточно давно, 31 год, это в системе МВД пожарной охраны, МЧС потом, и вот сейчас в Российском добровольно-пожарном обществе. Значит, она не меняется, к сожалению, она не меняется. Факторы человека, прежде всего, его знания, а может быть, не знания, а может быть, отношения, ну вот, но тем не менее, пожары на сегодня 59% они происходят в жилом секторе. О чем это говорит? Ну, кто в жиле живет? Естественно, это люди. Какой это слой, асоциальный, либо еще кто-то, везде есть, соответственно, причины. Мало того, что страдают, значит, родственники, страдают, соответственно, и дети. То есть идет односмычка. Но тут же надо разобраться, в чем причины. Причины до банального те же самые. Неосторожное обращение с огнем, значит, неправильная эксплуатация и монтаж, это свое электрооборудование. Ну вот, и как основное, значит, у нас идет, я тоже был, кстати, этому удивлен, 21 век, порядка 37% пожаров происходит у нас от неправильного устройства и эксплуатации печей. То есть о чем это говорит? Да, действительно, вот у нас есть район, да, промышленный, но кроме промышленных районов у нас ведь много поселений, где еще нет газа, где работает отопление чисто примитивно на печном отоплении, я имею в виду на дровах. И в этом отношении мы понимаем, что в сельских поселениях кто занимается эксплуатацией этих печей, кто может их провести. Естественно, это специалист. Специалистов нет, поэтому люди занимаются этим сами. Отсюда соответственные причины. Ну и в завершении нашего разговора хотелось бы попросить вас сказать несколько слов нашим телезрителям, что нужно знать о том, чтобы не допустить пожара. Ну, наверное, я начну в преддверии нашего юбилея, юбилея пожарной охраны, 375 лет, большая дата, пожелать всем работникам, сотрудникам, ветеранам счастья, радости, удачи, мирного неба над головой, ну и традиционно сухих рукавов. Ну, а то, что касается наших телезрителей, всем нам, ну, во-первых, не допускать пожара и соблюдать правила пожарной безопасности. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Я думаю, что все вынесли полезные знания из этого. Всем желаем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Надеюсь, что вы узнали много интересного. Будьте внимательны, будьте осторожны. Ну, а сейчас мы с вами вместе просыпаемся. Если вы только что к нам подключились, то взбодритесь, начинаем утреннюю зарядку. Доброе утро. Сегодня у нас будет небольшой комплекс на растяжку связок ног. Она нам нужна для того, чтобы мы меньше испытывали тяжесть после долгого рабочего дня. Данный комплекс подойдет как и детям, так и взрослым. Исходное положение. Мы уходим с вами вниз. Помним, что мы обхватили колено и с круглой спиной ушли в нижнюю точку. Далее прижимаем правое бедро к животу и с этой точки уводим ее в левую сторону. Левой рукой дожимаем бедро правой ноги, а голова уходит у нас в правую сторону. Плечо прижимаем к полу. Удерживаем такое положение от 15 до 20-30 секунд. Вы почувствуете приятное растяжение в области бедра и небольшое скручивание в области верхней части кора. Три, два, один. Далее переводим бедро в центр и у нас будет с вами смена. Левое бедро переводим в правую сторону. Голова уходит в левую сторону, плечо левое прижимается к коврику. И рука правая прожимает бедро левое в нижнюю точку. Далее прижимаем бедра к животу. С этого положения вытягиваем ножки вверх. Стопа натянута, колено натянута. И мы будем проводить поглаживающее движение от икроножной до ягодицы и в обратную сторону, разгоняя кровь. Три, два, один. Берем себя за голеностоп и сейчас пружинистыми движениями притягиваем бедро к животу. Три, два, один. Колено сохраняем прямым. Сейчас прижимаем бедро глубже и удерживаем это положение от 10 до 20 секунд. Вы, возможно, почувствуете натяжение и неприятное подергивание. Когда вы почувствуете подергивание, слегка натяните больше колена. Хорошо. Вернулись в исходное положение. И с этого положения коленочки сгибаем. И с круглой спиной, обхватив либо правое, либо левое колено, уходим в верхнюю точку. Вытягиваем ножки прямо перед собой. Стопа натянута и животом идем к бедру. Обхватив стопу. Пружинистыми движениями уходим глубже в нижнюю точку. Сохраняем спину прямой. Три, два, один. И уходим в самую нижнюю точку для вас. Удерживаем это положение в течение 10-15 секунд. Закрываем глаза. Дышим. Возвращаемся аккуратно в верхнюю точку с прямой спиной. Вытягиваемся. И уходим в положение бабочка. Пятки ближе к паховым мышцам. Раскрываем бедро. И пружиним. Спину сохраняем максимально прямой. Три, два. Один. И сейчас. Переводим руки за спину. Раскрываем грудной отдел. И максимально раскрываем внутреннюю поверхность бедра. И удерживаем в самом нижнем положении. Взгляд прямо перед собой. Дышим. И с этого положения аккуратно собираем ножки. Выходим в верхнюю точку. Группируемся. Расслабляем мышцы спины. Остаемся в этом положении некоторое время. И растем позвонок за позвонком. Верхнюю точку. Последней приходит голова. Три раза. Мы делаем движения назад плечами. ножки шире и делаем вдох выдох вдох и выдох и снова вдох и выдох и у нас будет третий благодарственный вдох выдох собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу всем хорошего дня спасибо большое нашей александре растянулись почувствовали гармонию что еще не проснулись но тогда следующий для совет для вас и так невролог и шагупта советуют улыбаться почему потому что выделяются в мозге эндорфины а это дает бодрость и позитивное настроение по совету невролога нужно подойти с утра сразу к зеркалу себе улыбнуться подмигнуть и сказать что вы обязательно будете счастливы и это сделает ваш день намного лучше пробуем ну а также для жителей сельской местности вместо утренней зарядки прогулка и рыбалка вот такая у них разминка традиционная подлёдная рыбалка популярна по всей якутии уединение с природой оздоровительные физические нагрузки питательная пища все здесь полезно давайте посмотрим как проходит рыбалка по-якутски куюр дмитриев николай афанасьевич житель тамалаканского наслега и в дождь и в снег он каждый день ходит на озеро у него трое сыновей три дочки и много внуков есть пословица где-то рыбак туда же и внуки глядят сегодня с 13-летним максимом они пришли на озеро около дома на день съемок как раз проходили проводы зимы и в программу ежегодно включают соревнования по подлёдной рыбалке куюр это особенный способ ловли озерной рыбы присущей только народу саха обруч называется коя раньше елали из пропаренного дерева а сейчас из пластика сачок из готовой сети а раньше его плели из кунского волоса также в снаряжении имеется тяжелая острая пешня деревянная доска тюерей или добур вот это карашины это куюр честь большой дырка маленький нет нельзя два сантиметра наверное чуть побольше эту штуку это пластиковая тюрьмы водяной тюрьмы пластиковой якуты тренинг так и не будет еле и талах кустарника делает от голубины зависит рукоятка сейчас глубоко поэтому длинные рукоятки вот вот тюрьмы вот так положим чтобы не болтался вот и вот сделаем чуть-чуть вверх поднимаешь вот и крути вот крути сколько сколько есть поэтому чем шире тем лучше вот одну нульку прорубили на завтра сюда же может повернуться или обязательно надо новые много раз конечно здесь не бесполезно вот плавает слишком глубоко вот три месяца наверное есть два с лишним Николай Афанасьевич необычайно сноровистый сильный ловкий умелый рыбак научил всех сыновей а сейчас делится опытом с внуками рыбалка это не только охота это и физический труд и возможность созерцать красоту природы Валерия Золотарева Александр Адамов Верхневлюиск такой удивительной тревалки есть только в Якутии если вы еще не пробовали попробуйте обязательно ну а в Алдане прошла полезная и здравительная игра КВН в рамках объявлено объявлено в Якутии декады здоровья в игре сошлись школьники студенты и медицинские работники знаниями о том как сохранить и укрепить здоровье веселые и находчивые приверженцы здорового образа жизни поделились с нашими коллегами здоровье нации в наших руках теперь алданцы знают это точно в игре под таким названием сошлись команды объединившие приверженцев здорового образа жизни поединок состоялся в рамках всероссийского дня здоровья который отмечается 7 апреля и дает старт традиционной декаде мы группа активная веселая участвуем первый раз я капитан команды и мы целеустремленно надеемся на победу вот настроение огонь инициатором проведения игры выступила школа с углубленным изучением отдельных предметов она является профориентационной площадкой на базе которой работает отряд волонтеров медиков кроме того именно в стенах школы два года назад состоялся первый КВН за здоровый образ жизни сегодня к конкурсу присоединились коллективы медицинского колледжа и Алданской центральной районной больницы команда волнуется будем этого скрывать мы все волнуемся но мы друг друга поддерживаем мы говорим да не волнуйся все будет хорошо а сами трясемся от страха команда настроена я бы сказала на победу конечно но больше мы хотим просто получить удовольствие от сегодняшней игры участникам предстояло показать не только реальные знания но также проявить смекалку и находчивость творческие способности и креатив тоже пригодились игра состояла из нескольких этапов отдельный конкурс ожидал капитанов хочу пожелать всем игрокам удачи и на будущее чтобы команд было как можно больше давайте все присоединятся к такой замечательной игре КВН про ЗОЖ первое место в поединке веселых и находчивых заняли волонтеры медики на втором месте с небольшим отрывом оказалась студенческая команда замкнули тройку лидеров сотрудники Алданской ЦРБ по мнению жюри с заданиями отлично справились все участники а главной наградой стало позитивное настроение Татьяна Вахнина Александр Лукин Алдан ну какие они находчивые веселые активные а вы задумывались когда-нибудь что раньше такую активность дамы себе позволить не могли только в 30-х годах 20-го века в Советском Союзе началось движение женщин за овладение мужскими профессиями с тех пор женщины все активнее начали их осваивать сейчас уже почти не осталось сверх деятельности где бы женщины не трудились наравне с мужчинами и везде не добиваются впечатляющих результатов сегодня мы познакомим вас с девушкой которая вопреки стереотипам выбрала не совсем обычную для дам профессию и доказала самой себе и окружающим что женщины не уступают мужчинам ни в деловых ни в профессиональных качествах так уж повелось что женщин называют слабым полом а при слове сантехник голове всплывает образ мужчина в рабочей одежде с чемоданом и ключом на перевес действительно встретить девушку в этой профессии довольно сложно или практически невозможно но наша сегодняшняя героиня Алена Анохова развеет все стереотипы она не боится испортить маникюр или испачкать туфли мастерски владеет инструментами может устранить любые проблемы с сантехникой и более того обучает этому своих студентов преподавать мне нравится ребята очень хорошие интересные мы с ними также новые методики разрабатываем мы с ними интересуемся чем-то новым то есть новым оборудованием коллектив у нас самый замечательный в техникуме поэтому преподавать сложности никаких в принципе не бывает просто бывает конечно же индивидуальный подход со студентом я поступила в коммунально-строительный техникум по специальности теплоснабжение теплотехническое оборудование это семейная династия у меня вся семья училась в коммунально-строительном техникуме студенты Алены ходят на бары с большим удовольствием девушка преуспевает в педагогической деятельности и также не забывает о физическом развитии ведь сантехник должен обладать не только специальными знаниями но и физической силой и выносливостью работать приходится с тяжелыми инструментами зачастую требуется приложить немало усилий чтобы раскрутить или наоборот плотно прикрутить деталь в этом Алене мне помогает спорт так как моей профессии конечно же нужна физическая сила я каждое утро делаю пробежку то есть это обязательно и непосредственно практикуюсь то есть любой хороший мастер он должен каждый день заниматься практической работой то есть невозможно просто только теоретически рассказывать или немножко показал ты должен постоянно чему-то новому также учиться физически себя держать в форме мы также гнем трубы нарезаем резьбы то есть всегда должна быть физическая подготовка конечно же обязательно девушка постоянно принимает активное участие в различных конкурсах и занимает призовые места на днях Алена победила в региональном этапе конкурса мастер года в компетенции сантехника и отопление и уже осенью собирается лететь в Тюмень представлять Якутию на всероссийском этапе я просто хотела узнать что-то новое для себя войти в эту атмосферу конкурса а также просто получить наверное новые знания и опыт когда я выиграла уже первое место и все увидели то что ничего себе в республике Саха-Якутия есть девочка которая занимается достаточно сложной профессией всех это заинтересовало что и больше меня и вдохновило на то что надо наверное заниматься надо продвигать то что девушки могут делать то что не могут даже некоторые мальчики вот так вот и кто после этого назовет женщин слабым полом на самом деле в современном обществе женщина может работать практически в любой профессии и в каждом деле преуспеть нужно только большое желание трудолюбие и стремление к постоянному саморазвитию Илана Захарова Джулус Инагентев Якутск ну абсолютно потрясающая девушка просто вдохновляет на то чтобы осваивать что-то новое удивительное и что раньше казалось недоступным ну слабому полу это уже наверное звучит как-то неверно женскому полу давайте так так что желаем ей дальнейших успехов ну а прямо сейчас наша постоянная рубрика пусть мама придет и мы хотим познакомить вас с девятилетним Александром главное влечение Саши паркур он мечтает достичь в этом увлекательном виде спорта больших успехов познакомьтесь Александр он очень любознательный общительный и открытый мальчик всем привет меня зовут Саша я мне 9 лет я играю в игрушки люблю представлять Саша отзывчивый трудолюбивый любит делать добрые дела и у него много друзей доброе дело это когда ты помогаешь друг другу и помогаешь убираться помогаешь там что-то делать если тебе там тяжело поднять что-то ты помогаешь Саша а кем ты хочешь стать хочу стать этим профессионалом паркура Саша с удовольствием показывает что он умеет спортзал любимое место Саши сюда он приходит каждый вечер пока у него нет особых успехов но он очень старается и думаем в скором времени это даст хорошие результаты Саша посещает кружок рукоделия радуга с большим интересом учится вырезать клеить и создавать различные поделки Саша активный и жизнерадостный ребенок и ему нужна семья мы очень хотим чтобы Саша обрел любящих приемных родителей и свой дом вы еще не проснулись но тогда прямо сейчас я вас разбужу и так в нашей постоянной рубрике кино афиши мы расскажем о том какие триллеры идут в кинотеатре смотрите в кино с 18 апреля эллис Ведь у каждой из девушек своя версия произошедшего. Паутина страха. Фильм рассказывает историю Калеба, который без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света. Но это страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в его коллекции появляется необычный паук. Где ты это раздобыл? Лучше бы ты себе кота забил. Он с ним еще и разговаривает. Способный одним укусом свалить слона. Он сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки маленьких безжалостных глаз. Черт! Вот теперь надо валить! Нет, все-таки хорошо, когда все ужасы остаются в кинотеатре. То есть ты знаешь, что это все фантастично, нереально. Ну и вообще пауков я не очень люблю. Ну а прямо сейчас к более полезным новостям. Продолжаем выпуск актуальных новостей. Запрещено движение всех транспортных средств по участку Сангар-Сит-Те-Батамай-Булуз автодороги Сангар. В Кобяйском и Намском районах сезонная дорога закрыта на основании комиссионного обследования. На ледовом автоземнике зафиксировано ухудшение состояния проезжей части из-за выхода воды и образования колейности в связи с теплой погодой. Отметим, что из Якутска в Нижней Бестях начали курсировать суда на воздушных подушках. Суда отправляются со станции Намыв, которая находится на территории 204 микрорайона в Якутске. Стала известна стоимость билетов на церемонию открытия и закрытия игр Дети Азии. Цена билета составит от 2 до 3,5 тысяч рублей. Также установлена цена билетов и на игры, на квалифицированные соревнования. Можно будет пройтись за 100 рублей, на полуфиналы и финалы за 200 рублей. Билет, включающий посещение всех спортивных соревнований, будет стоить 1500 рублей. Военный учебный центр Северо-Восточного федерального университета ведет активную работу со студентами. Там учащихся обучают практическим навыкам по военно-учетной специальности и дают звания. Сейчас в военном центре учатся около 200 студентов со всех факультетов университета. Обучение по программе специальности сержанта запаса составляет два года, а по направлению солдат запаса полтора. На базе обучения функционируют циклы общевойсковой, медицинской и автомобильной подготовки. Практическую часть они проходят в Благовещенске. Туда входит стрельба из боевого оружия и вождение боевых машин, а также караул и проживание. По итогам студенты сдают экзамены. Они проходят занятия методом военного дня, то есть они из университета, из своих факультетов, институтов не переводятся сюда. Они продолжают обучение по своей основной специальности только во время освоения данной своей программы. Они методом военного дня, как уже сказал, один раз в неделю посещают наш военный учебный центр для того, чтобы пройти здесь обучение. Занятия начинаются у нас с 8 часов и заканчиваются в 17 часов. Далее, после окончания университета, ребята, которые закончат полностью курс обучения в военном учебном центре, будут переведены в запас, получат военные билеты и в армию призываться не будут. Молодым специалистам, переезжающим в новый для себя регион работать в ключевых отраслях, надо помогать в приобретении жилья. Так можно решить проблему нехватки кадров в промышленности. Об этом заявил директор Центра молодежных инициатив Александр Вайна. В первую очередь, подчеркнул он, мы говорим о молодых специалистах, которые переезжают в новый для себя регион, чтобы работать в ключевых для государства отраслях. Здесь важно снизить порог входа для покупки жилья. Привлекая таким образом молодых специалистов, можно решить проблему нехватки кадров в промышленности, заключил Вайна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все, хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. На сегодня мы спешим вас познакомить с одной из древнейших профессий – строитель. А начало свою историю еще с первобытного строя и актуально по на сегодняшний день. А с изобретением все новых материалов усложняется и включает в себя все больше процессов. Подробнее узнаем об этом у героя нашего следующего сюжета. Меня зовут Марков Владислав Геннадьевич, я главный инженер строительной компании «Утум Плюс». Уже почти 10 лет я тружусь в этой сфере и с каждым годом все больше понимаю важность этой профессии. С детства я увлекался конструкторами и всегда мечтал, чтобы мои фантазии обрели реальные очертания. Затем я отучился на инженера и после трудовой практики начал свою трудовую деятельность «Якутская энергия». Но стройка меня всегда манила, и мои мечты воплотить все в реальность привели меня в мир строительства. Мой рабочий день начинается с 6 утра. Я отвожу детей в садик и дальше еду по объектам. В данный момент мы ведем строительство трех многоквартирных жилых зданий, и у каждого объекта есть свои особенности. Завершив обход, еду в офис компании и помимо этого всего решаю еще и организационные вопросы. Весь мой день связан со стройкой. Это требует много концентрации, усидчивости и терпения. Инженер, можно сказать, создает мир вокруг себя, начиная с чертежа и заканчивая последним штрихом на фасаде. От нашей внимательности зависит безопасность и качество конечного продукта. Инженер-строитель, по моему мнению, это романтик, который в конечном итоге все равно создает пространство, грубо говоря, и видит конечный результат, улыбку и радость людей. Это многого стоит. Но для тех, кто задумался о приобретении результатов строительства, то есть своего жилья, информируем. Программа семейной ипотеки, которая завершается 1 июля этого года, предложили продлить еще на 6 лет до 2030 года. Ставка останется на уровне 6% для семей с детьми до 6 лет включительно. Пока параметры программы по лимитам, первоначальному взносу и ставкам не обнародованы, однако сама новость наверняка заставит семьи с детьми строить далеко идущие планы. Ну а у кого уже есть конкретные намерения купить квартиру в новостройке, будут полезны советы от специалистов по недвижимости о том, на что стоит ориентироваться в первую очередь при выборе квартиры, какие нюансы учесть в этой же студии, накануне побеседовал мой коллега Руслан Ачиров с экспертами. Доброе утро, Евгений Айсена. Ну вообще в целом всегда квартирный вопрос волнует многих, особенно молодые семьи, которые впервые покупают себе квартиру. Какой должна быть семейная квартира, на ваш взгляд, в современном жилом комплексе? Доброе утро. В современном жилом комплексе, по крайней мере, как принято считать, люди выбирают квартиры, исходя из локации. Однако это не совсем так. Сейчас люди обращают внимание на множество факторов. Ведь представьте, квартира должна стать семейным очагом, в который будет комфортно каждому члену семьи. Будь то взрослый или ребенок, соответственно, должно быть учтены все пожелания, такие как экологичность, непосредственно приближенность к социальной инфраструктуре, то есть детским садам, школам, да как минимум их наличию. Плюс коммерческая инфраструктура также важна в каждом отдельном комплексе. Ну вообще надо отметить, что сам термин семейная квартира, да, он уже давно на слуху, и очень часто используется со своими маркетологами. Но вот, тем не менее, далеко не каждая большая квартира, да, подходит для проживания, например, двух поколений, да. Вот на ваш взгляд, на что обратить нужно внимание при выборе квартиры вот именно семейного формата? Наверное, я тут чуть-чуть отступлю назад и заранее отмечу, что при формировании квартирографии каждый застройщик определяет ее самостоятельно, исходя из различных факторов, которые есть на рынке. То есть потребностей, коммерческой составляющей. Вот, а сейчас принято в основном на рынке уменьшать комнатность квартир. За счет этого уменьшается их общая стоимость, да, безусловно, это ликвидность, но с другой стороны, вот как раз та семейная составляющая, те просторные квартиры или квартиры с двумя, тремя, четырьмя комнатами, в которых могут жить несколько поколений семьи, они пропадают. Вот в нашем случае мы сделали новый квартал таким, чтобы он был удобен всем поколениям и чтобы всем в нем было комфортно. Хочу еще обратить внимание на то, что мы предусмотрели в комплексе теплые игровые пространства для детей, которые будут в каждом корпусе. То есть, ну, это достаточно такой большой плюс для того, чтобы именно молодые семьи могли, ну, сделали выбор в пользу вашего предложения. Но скажите, вот можно ли выделить требования какие-то, да, определенные квартирам семейного формата? Да, конечно. Ну, основные требования – это, наверное, их концентрация. В идеале, чтобы семьи жили семьями. Допустим, вот в новом жилом нашем комплексе квартир небольшой площади, то есть так называемых квартир, студий, их менее 2% в данный момент. Вот. И, соответственно, сейчас семейные квартиры в основном распределяются на две категории. Классические варианты, когда есть комната, точнее, отдельные спальни и кухня. А есть отдельные спальни и кухня-гостиная. Это евроформат, европланировки. Соответственно, удобство и то, и другое очевидны с одной стороны. С другой стороны у разных семей свои потребности. Кому-то нужно непосредственно большое количество спален, потому что это динамичный образ жизни. Люди в основном просыпаются, едят, едут на работу, ну и таким образом проживают пока часть своей жизни. А есть семьи, которые уже, допустим, выросли из детсадовского возраста, по крайней мере детей, им нужно уже пространство, где они больше времени могут проводить совместно. Соответственно, в таких случаях нужны уже более просторные кухни-гостиные. И те, и другие, опять же, в разных пропорциях присутствуют в новом жилом комплексе. Отлично. Айсена, по вашему опыту, какие именно самые популярные, может быть, факторы, распространенные, которыми пользуются люди при выборе квартиры подобного формата? Это обязательно наличие парковки теплой в доме. В нашем комплексе предусмотрен паркинг теплый на первом этаже, в котором можно спуститься на лифте, не выходя на улицу. Также еще отмечу то, что жители выбирают комплексы с прогулочной зоной. То есть у жителей должна быть своя прогулочная зона, близость с природой. В нашем случае наш комплекс предусматривает благоустроенную набережную протяженностью более километра, где есть прогулочные зоны для детей и взрослых. Также жители Якутии вообще выбирают вид из окна, потому что это тоже немаловажный фактор, когда красивый вид из окна. В нашем комплексе это более 80% квартир, которые имеют вид на реку, потому что у нас комплекс находится на берегу реки. А скажите, на каком этапе сейчас ведутся работы? Возможно, даже уже ведутся какие-то работы по благоустройству территории? На самом деле работы по строительству сейчас ведутся активно. А если мы говорим о благоустройстве, то да, работы по нему уже начинаются в данный момент. Мы провели переговоры с компанией, которая будет заниматься озеленением и благоустройством территории. Ведь это на самом деле достаточно кропотливый и емкий труд. Тем более мы знаем, что в Якутске есть нюансы, по крайней мере, касаемые озеленения деревьями, кустарниками. И уже в этом году для нашего комплекса будут высаживаться саженцы, которыми будут через два года благоустраиваться наши дома. Это будет закрытая благоустроенная территория, безопасная и отгороженная от машин. Представьте, когда ребенок сможет самостоятельно во дворе, не боясь ничего, гулять и наслаждаться природой. Огромный плюс. Допустим, даже если благоустроенная площадка есть, но тем не менее ребенок должен перейти дорогу, чтобы на нее попасть. Абсолютно верно. Поэтому тут множество благ. И на самом деле мы еще не добавили и не затронули момент, связанный даже с коммерческой инфраструктурой. Это тоже важно, потому что помимо закрытого двора, представьте, когда вы просто из дома, не выходя на улицу, в минус 50 сможете попасть в магазин, в салон красоты, в пункт выдачи интернет-заказов, аптека. Ну то есть вот те коммерческие помещения, которые, или там организации, которые являются необходимостью при повседневной жизни, это же очень важно. Я, кстати, читал про такой дом, он, по-моему, где-то на севере Америки, в Аляске есть. То есть это один город, городок, и это один единый дом. То есть действительно людям, чтобы попасть в магазин, нужно не выходить на улицу, просто пройти. Мне еще подсказывают, что у нас есть в удачном подобные дома. То есть действительно, в наши морозные условия, когда на улице минус 50 не хочется даже, ну не знаю, там взять пачку молока, а ты не хочешь одеваться и сидишь, ладно, я попью чай без молока. Конечно, на самом деле надо сделать не что-то совершенно новое. Нужно воспользоваться самым лучшим опытом, который уже имеется, совместить его в одном месте, в новом проекте. И наслаждаться тем, что получится. Плюс, когда это все совместится, наверняка получится новая картинка, которая поможет еще его развить. В дальнейшем людям будет только лучше. Отлично. Евгений Айсена, вам большое спасибо за очень полезную информацию. Ну и, конечно, желаем, чтобы наши зрители обратили внимание на ваши предложения. И, конечно же, вам успехов и до новых встреч в нашем эфире. Да, вам спасибо. Нам очень приятно делиться с телезрителями полезной информацией. Ждем всех. У нас все работает ежедневно. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем еще раз доброе утро и хорошего настроения. И до новых встреч завтра на том же месте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok